Да, у меня был опыт попасть в киберспорт через пости. Это было ужасно и никому не советую. Всем привет, ребята! Мы запускаем новую рубрику, где мы будем вам отвечать на самые популярные вопросы. Просто участвуй на турнирах. Если ты играешь на турнирах, то ты автоматически попадаешь в киберспорт. Подаешь заявку Федерацию Киберспорта Казахстана, играешь в игры и ты в киберспорте. Через пости. Нужно тренироваться, иметь возможность тренироваться, иметь огромное желание именно попасть в киберспорт. И последнее, наверное, это, что приоритет в киберспорте для тебя был не, скажем, финансовая часть, а именно победы. Я играю на очень крутых девайсах. На самом деле, это мышка Zowie FK2. Это коврик QCK Heavy. Это клавиатура от XRFI RGB, по-моему, я не помню, какая там модель точно, но она такая крутая именная. И наушники HyperX Alpha. Я играю на мышке ZOE 13. Клавиатура у меня SWAT специфическая, честно, я даже не помню, какая она. Но она маленькая, для меня это очень удобно. И коврик у меня L-Series QCK. Наушники HyperX. В данный момент играю на мышке Logitech беспроводной. Коврик L-Series, клавиатура XRFI. У меня мышка Zowie FK2. Я играл на мажоре с этой мышкой, потом поменял на ZOE 13. Поиграл на ZOE 13 немного, и вот опять вернулся на эту мышку. Коврик SS Quick толстый. Наушники HyperX. И клавиатура от XRFI именная. Остройки конфиги у меня абсолютно дефолтные. Еще с 2013 года. Что когда-то я сделал его на StarLadder. С того момента я еще ни разу не менял. Уже пятый год пошел. Скоро будем отмечать юбилей. Поэтому ничего не менялось. Только такие маленькие детали, типа, может быть, немножечко сенса. Где-то появился какой-то бинт для просмотра демок, а так в целом ничего не изменилось. Ну, на самом деле у меня нет конфига. Я его не делаю специально, потому что я привык сам походить, подключать свои девайсы и настраивать кс самому. Определенных каких-то настроек нету. Есть абсолютно дефолтный конфиг и просто забинжены несколько клавиш под гранаты. Здесь многие используют там 4х3 стретчат, а я использую 16х10 стретчат. Я думаю, это единственное, чем она более-менее обычная. Много играть. Ну, на самом деле, чем больше вы играете, тем лучше у вас АИМ. Можете тренировать на ДМе, можете тренировать даже матчмейки, кому-то фейссид. Все, что угодно. Главное просто играть, и АИМ у вас будет на уровне. На самом деле, здесь у каждого индивидуальная должна быть схема, кому как удобно, потому что, допустим, я это тестировал на многих людях, и я тоже тестировал на многих людях, я не ставил их как на тесты, но я спрашивал, и у каждого есть свой индивидуальный подход. Допустим, та схема, на которой тренируюсь я, она может не помогать процентов 50 игрокам. Но вообще, самый лучший способ тренировки стрельбы это просто много играть. Все в голове, то есть ты можешь, конечно, сидеть и убивать по 20 тысяч ботов в день, но ты будешь хуже стрелять того, кто просто думает, как правильно стрелять, как в определенных ситуациях, то есть нарабатывать именно... Я не могу это объяснить, но я знаю, что все это исходит от головы, а не от того, что ты постоянно делаешь и делаешь. Спасибо всем за просмотр, ребята. Оставляйте свои вопросы под этим видео, и мы на них ответим в следующий раз.